МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях в городе и регионе расскажем прямо сейчас. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти, в студии Юлия Шевцова. Смотрите сегодня. Ситуация с ковидом в регионе начинает налаживаться. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Есть неплохие показатели, вселяющие надежду, что мы вернемся к привычной для нас жизни, к привычному социальному укладу. Молодой сотрудник – это свежий ум, новые идеи, готовность к работе. В России для таких специалистов существуют различные меры поддержки, как сегодня работают молодые специалисты. Молодые люди, которые приходят работать, задержались на какое-то время, поняли для себя, что это на самом деле интересно. Концерт военного оркестра под окнами. Дни рождения четырех тольяттинцев празднуют весь город. Они настоящие долгожители. Одним из них исполнилось 95, а другим – 100 лет. Ситуация с ковидом в регионе начинает налаживаться. Но об отмене всех ограничений говорить пока рано. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров. Есть неплохие показатели, вселяющие надежду, что мы вернемся к привычной для нас жизни, к привычному социальному укладу. Но насколько быстро это произойдет, зависит от каждого из нас. От уровня вакцинации, от бережного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих. Соблюдение простых правил, которые нам не один уже год рекомендуют санитарные врачи. Мы готовы потихонечку, как и действовали в предыдущей неделе, открывать новые и новые возможности, поскольку цифра улучшается. Но очень аккуратно. В последнее время губернатору поступило очень много обращений от родителей до школьников, которым запрещают посещать детские утренники. На оперштабе этот вопрос был поднят отдельно. Приняли решение. Значит, пожалуйста, родители могут посещать утренники, которые в группах будут проводиться. Естественно, без пересечения ребятишек из различных групп. Все это мы в детских садах организуем. И такую возможность родителям дадим. Конечно, родителям, у которых есть свидетельства либо о вакцинации, либо о том, что они переболели, либо ПЦР-тест. Обычные правила, к которым, я надеюсь, все уже привыкли. Еще один актуальный вопрос – работа общепита. По словам Дмитрия Азарова, еще рано принимать окончательное решение. Ситуацию обсудят более детально в среду 15 декабря. Возможно, время работы ресторанов и баров продлят до часа ночи. Автоваз – один из победителей конкурса «Лидер автомобилестроения» в системе социального партнерства. Награждение состоялось в Москве с участием заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова. В мероприятии также принял участие вице-президент по персоналу и социальной политике Автоваза Дмитрий Михаленко. Отметим, что на предприятии всегда уделяют повышенное внимание защите и нуждам коллектива. Мероприятия, связанные с ремонтом объектов инфраструктуры, были разработаны благодаря высокой активности заводчан. Большое внимание на протяжении всего года уделялись защите коллектива предприятия от коронавирусной инфекции. Автоваз принимал все возможные комплексные меры. Конкурс «Лидер автомобилестроения» в системе социального партнерства проводится совместно профсоюзом работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации. И в продолжении темы. Молодой сотрудник – это свежий ум, новые идеи и большое желание работать в команде. Сегодня в России для таких специалистов существует множество вариантов поддержки. Например, молодым работникам, которые устроились на технические специальности, выплачивается денежная прибавка к зарплате из федерального бюджета в размере 12 тысяч рублей. Получать такую выплату человек может ежемесячно в течение года. Как сейчас молодые специалисты работают на Автовазе, расскажет мой коллега Иван Шумилин. На Автовазе молодые перспективные кадры ценились всегда и в любом производстве. Для них всегда есть работа. Илья Евсиков пришел на «Ладоинструмент» – дочернюю компанию Автоваза сразу после колледжа. Трудится на предприятии станочником широкого профиля. С выбором профессии помогли родители. Данное направление сейчас высоко востребовано и спрос на такие кадры будет только расти. О мерах поддержки для молодых специалистов узнал от своего преподавателя и без сомнений решил ей воспользоваться. Я считаю, что это нужно, чтобы молодые люди, которые приходят работать, задержались на какое-то время, поняли для себя, что это на самом деле интересно и достаточно перспективно. Ну и с дальнейшими желаниями, наверное, они уже оставались бы здесь дальше работать. С первых дней работы Илью поддерживает весь коллектив. Более опытные сотрудники помогают и подсказывают своему молодому коллеге. Коллектив опытный как-то поддерживает, помогает? Конечно, поддерживает. Все нравится мне. Когда я пришел, у меня много чего не получалось. Я только закончил учебное заведение. Сейчас уже намного больше. Это не без участия людей, которые здесь работают. Андрей Савельев – коллега Ильи. Также работает станочником широкого профиля Влада Инструмент. Пытливый ум Андрея помог ему выбрать профессию. Ему всегда было интересно, как из обычной заготовки создается деталь. Теперь Андрей знает все тонкости процесса. Как вы лично узнали о тех мерах поддержки, которые оказываются молодым специалистом? Когда я учился в колледже, в Тольяттическом политехническом колледже, к нам приходили специалисты из Центра занятий населения и проводили с нами беседу. И они нам сказали о мерах поддержки. Поддержка включает в себя денежное вознаграждение. Андрей решил потратить всю сумму на свое обучение и профессиональное развитие. Выплату я потратил на дальнейшее свое обучение, курс по английскому и дальнейшее обучение в университете. Алина Владимирова еще в школе записалась на предпрофильные курсы по машиностроению. Девушке настолько сильно понравилось, что она решила развиваться в этом направлении. После практики Алина сразу устроилась на автоваз. Я считаю, что поддержка молодым специалистам – это очень важно. И очень хорошо, что есть такая программа, потому что могут осуществить в своем учету кто-то. То есть кто-то может так же, как я, оплатить учебу и дальше продвигаться в этой сфере. То есть я считаю, что это очень важно, и это должно быть. Молодой специалист, приходящий на автоваз или в другие дочерние структуры компании, может не волноваться за свое будущее. Здесь помогут, обучат, дадут шанс построить карьеру на современном производстве. На четвертом курсе студентов мы принимаем сюда к себе по второму разряду. Они параллельно учатся, параллельно у нас работают. Сразу приставляем к нему наставника, который помогает и адаптироваться, и понять вообще сущность этой работы. Ну и в том числе именно наставник потом формирует и задания ему на месяц. Он же его и контролирует, где-то помогает, подсказывает. По завершении обучения выполняется квалифицированная работа, и по ней уже присваивается разряд. Нет сомнений, что за молодыми специалистами будущее. Будущее автоваза, Тольятти и всей страны. И к другим новостям. Каким был 2021 год для областного управления Росгвардии и остальных подразделений всего Приволжского округа. Все это обсудили в режиме видеоконференц-связи на специальном совещании руководящего состава. В заседании принял участие и начальник управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Исауленко. Одним из главных событий для всех подразделений Приволжского федерального округа стало участие во всероссийских учениях «Заслон» и «Запад». Такие масштабные тренировки состоялись впервые за все время существования силового ведомства. Также летом на территории Приволжского округа подразделения Росгвардии принимали участие в ликвидации крупных лесных пожаров. Личный состав и техника ведомства боролись с огнем сразу в нескольких регионах. При этом задействовали в ведомстве на вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. Авиация Росгвардии сбросила на наиболее крупные очаги свыше тысячи тонн воды. В Приволжском округе войск Национальной гвардии состоялся оперативный сбор. Венцом оперативного сбора являлся военный совет под руководством командующего войсками округом, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности всех подразделений, территориальных подразделений и дана оценка каждому территориальному органу. С удовлетворением могу сказать, что в 2021 году мы вошли в тройку лидеров. Настоящие долгожители. Дни рождения четырех тольяттинцев празднуют весь город. Только представьте, кому-то из них исполнилось 95, а другим 100 лет. В честь именинников под окнами выступил военный оркестр. Ветераны и участники Великой Отечественной войны начинают Новый год своей большой жизни. Секретами долголетия ветераны поделились с нашими корреспондентами. А что пожелали новым поколениям, смотрите в следующем сюжете. Фронтовики закалки не теряют. Николай Яковлевич Истомин на войну ушел в 16 лет. Участвовал в штурме Берлина, освобождении Австрии, Венгрии, Чехословакии и в разгроме японской армии. Под каким огнем он бы ни был, всегда любил жизнь. И свой 95-й день рождения встречает как бесценный дар. Надо каждому пенсионеру 50 лет, 90 лет, даже 95 делать так, а не только для участников войны. Николай Яковлевич до сих пор занимается творчеством. Где не видят глаза, не подводят руки. И к вырезанным по дереву картинам в доме добавляются новые поделки, пронизанные любовью к жизни. Но главный ее урок ветеран никогда не забудет. Надо все это знать молодежи. Как отцы и дети их воевали, как защищали. Артиллерист, кавалер ордена Великой Отечественной войны, первой степени. Николай Александрович Боровиков тоже встречает 95-й день рождения. 17-летним парнишкой его забрали на войну. Первый украинский фронт, штурм Берлина, освобождение Польши и Праги. Все это было в его биографии. Впрочем, о боевых заслугах фронтовик скромно говорит, «Воевал немного». Воевали, а вот новому поколению, чтобы страну любили, изучали. Ну, все, чтобы было хорошо у молодежи. Поздравить участников войны пришли военнослужащие, бригады специального назначения Центрального военного округа и представители Совета ветеранов. «Тельняшка маргеловская, чтобы вам больше бодрости, духа, сил, заряда, мужества, как у маргеловцев, чтобы до ста лет на всех парадах с нами всегда. Спасибо вам большое за победу над фашизмом, спасибо за мирное небо над головой, и что вы с нами, что учите еще молодые поколения, как родину любить, как защищать свой народ и отечество». Под окнами этого дома военный оркестр дает концерт в честь Екатерины Севастьяновны Аверочкиной. Бывшему военному медику и участнице обороны Москвы сто лет. И это ее личный парад победы. Женщинам на войне пришлось особенно тяжело. Спасали раненых, сутками находились в окопах, заполненных ледяной водой, и помогали в операциях, которые шли без перерыва. «Желаю молодому поколению хоть сколько-нибудь похожим на наше поколение, когда ты слышишь, сестричка, дочка, помоги, и руки в спокрой, в крови. Не дай Бог, чтобы это не повторилось. Ваше поколение, не дай Бог». Орден Великой Отечественной войны второй степени медали за победу над Германией и за освобождение Варшавы. Младший сержант Абдулов Рафхат Рахимжанович ушел на фронт в 17 лет, вернулся домой в 24, а сегодня ему уже 95. Ваше напутствие новому поколению? Новому поколению я желаю здоровья и, значит, нас пусть берут пример и, значит, с малых лет себе готовить к жестокости жизни, чтобы какие трудности не были, преодолели все, чтобы... В честь именинника устроили персональный концерт под окнами. Военные мелодии звучали для того, кто защищал Родину. Поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с днем рождения добрая традиция. Пандемию достали делать с военным оркестром. Вот так, громко, торжественно и трогательно. Ия Гречман, Евгений Черемин. Новости Тольятти. И о спортивных событиях спонсор рубрики Агролада-сервис. Официальный дилер Лада-автосалон Агролада-сервис. Все модели в наличии. Выкуп вашего автомобиля на выгодных условиях. Гарантийный ремонт, сервисное обслуживание в рассрочку. Улица Ботаническая, 10, телефон 75-91-11. Летний спидвейный сезон 2022 начнется 12 мая. Накануне стал известен календарь соревнований по мотогонкам на гаревой дорожке в России на новый сезон. Тольяттинская мегалада начнет сезон домашней гонкой с Востоком 26 мая. Финал командного Кубка России пройдет в нашем городе 8 сентября. Решающие заезды в личном зачете пройдут в середине сентября. А главное событие сезона Гран-при России в Тольятти мы увидим 9 июля. И о погоде спонсор рубрики салон Штор Аллегра. Компания Аллегра. Весь декабрь, чем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин-склад на автозаводском рынке. Аллегра. Уют вашего дома. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте ТВ Тольятти 24.ру. Наведите прямо сейчас камеру своего телефона на QR-код, который вы видите на своем экране и сразу же попадете на наш сайт. Там много интересного. Если у вас есть новости, сообщайте о них в наших группах в социальных сетях. С вами была Юлия Шевцова. Всего самого доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова